МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газеты за Уралия информируют нас о важных событиях, анализируют новости страны и нашего региона, являются еще одним общественным каналом взаимодействия органов власти и населения. В печатных изданиях публикуются интервью с известными жителями области, с обычными людьми. Размещаются заметки, авторские колонки, развернутые статьи и репортажи, в которых представлены самые разные мнения и взгляды на происходящее событие. Это делает газеты объективными, а диалоги читателя и автора искренними. В своем поздравлении в адрес журналистов, размещенном на сайте правительства, губернатор Курганской области Алексей Кокорин отметил, что для многих зауральцев выпуск любимого издания это не просто возможность узнать о происходящем в регионе, но и сформировать собственную точку зрения, мысленно согласиться с автором или подискутировать с ним и обязательно обсудить с родными и соседями последние новости. Газета всегда разговаривает с читателем на доступном ему языке и затрагивает самые волнующие темы. Развитие печатного дела невозможно без ежедневного и порой малозаметного труда работников типографий и издательств. А ведь именно от них зависит качество печати и своевременный выпуск газет и журналов. В день российской печати сотрудников зауральских СМИ поздравили судебные приставы. Подробности смотрите далее. 13 января в день российской печати Федеральная служба судебных приставов отметила благодарственными письмами из уральских средств массовой информации, с которыми у них сложилось наиболее тесное сотрудничество. Среди них оказались не только представители печатной индустрии, таких как Курганы Курганцы и Меридиан, но и сотрудники телевизионных компаний. Особым благодарственным письмом был отмечен директор Курганской гостелерадиокомпании Иван Белых. Информационное агентство Курганру в свою очередь получило диплом за активное взаимодействие и информационную поддержку, профессионализм, объективность и достоверность в освещении деятельности столь важного в наше время ведомства. Подводим итоги нашего ежегодного конкурса на самое активное и объективное освещение деятельности службы судебных приставов к народу, жителям нашего Зауралия и, конечно, через вас мы такую возможность и имеем. Стоит отметить, что информационное агентство Курганру не раз становилось призерами конкурсов службы судебных приставов. Илья Урванцев, Василий Малухин, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. 9 января в ходе своего рабочего визита в Целинный район губернатор Курганской области Алексей Кокурин осмотрел здание МФЦ, которое откроется в ближайшие дни в районном центре. Как рассказали главе региона, Целинный многофункциональный центр будет оказывать населению порядка 50 государственных услуг. В дальнейшем планируется довести эту цифру до 69. Всего в МФЦ будет оснащено 6 окон для приема граждан, подготовлен и обучен персонал. В день сотрудники центра смогут обслуживать до 150 заявителей. Стоит напомнить, что в Зауралье это будет уже 13-й многофункциональный центр. Более 150 физкультурно-спортивных мероприятий было организовано в этом году в Зауралье в декаду спорта и здоровья, которое было объявлено в новогодние праздники с 1 по 10 января. Все мероприятия проходили при поддержке правительства Курганской области. В соревнованиях по биатлону, хоккею, менюфутболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, боксу, зимнему двоеборью, тяжелой атлетике, самбо, теннису, плаванию и греко-римской борьбе приняли участие около 12 тысяч человек всех возрастов, от детей до ветеранов. Также в эти дни в рамках декады спорта зауральцы катались на коньках, лыжах, санках, играли в дартс, шахматы и шашки, настольный теннис, выявляли самых быстрых и ловких в веселых семейных эстафетах и конкурсах. В эти спортивные дни проводились не только товарищеские состязания, областные, районные, городские чемпионаты, но и всероссийские соревнования. Решение о проведении с 1 по 10 января ежегодной декады спорта и здоровья было принято Министерством спорта Российской Федерации. В эти дни во всех регионах страны проводились массовые физкультурные мероприятия для различных категорий населения, направленные на приобщение населения к активному отдыху. Особое внимание было уделено соревнованиям среди детских дворовых команд по игровым видам спорта среди семей и среди лиц старшего возраста. 13 января в пресс-центре Главного управления МЧС России по Курганской области состоялась встреча начальника ведомства Олега Рожкова с представителями средств массовой информации региона. Подробности встречи у Александра Мироненко. В Кургане в период новогодних праздников с 31 декабря по 10 января на телефон 112 только по линии пожарной безопасности поступило около 60 обращений граждан. С начала года спасатели Курганской области осуществили 165 выездов на ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций. В качестве дополнительных сил и средств подразделения добровольно-пожарной охраны на тушение пожаров привлекались 5 раз. Тем не менее, начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков на брифинге с журналистами отметил тенденцию снижения чрезвычайных ситуаций в области за последние 5 лет. У нас наметилась устойчивая тенденция снижения количества пожаров каждый год за последние 5 лет у нас происходит снижение. И в среднем это сокращение состояло порядка 10%. Погибших у нас снизилось на 22%, а в количественном выражении это 31 человек. От огня было спасено за это время 700 зауральцев, а сумма материального ущерба, которая была спасена, состояла около миллиарда рублей. Кроме того, в зоне ответственности службы МЧС обеспечение безопасности людей на водных объектах. И здесь замечается тенденция снижения погибших на воде с 60 до 43 человек. По словам Олега Рожкова, такая положительная статистика – результат хорошей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которой участвуют различные структуры. Начиная от правительства Курганской области, включая правоохранительный блок, это прокуратура Курганской области, это ОМВД, это система МЧС, это органы местного самоуправления, то есть все те службы и организации, которые задействованы на безопасности людей. Вся эта система у нас отлично работает и, по крайней мере, не давала никаких сбоев. Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Новиков довел до журналистов информацию, касаемую именно подготовительных работ к празднованию Нового года и новогодних каникул. В период подготовки к новогодним мероприятиям совместно с органами МВД по Курганской области было проведено 14 рейдов по выявлению незаконных мест торговли и не сертифицированной торговли и перетехнической продукции. Было выявлено 7 случаев продажи не сертифицированной продукции либо продажи этой продукции с нарушением требований пожарной безопасности. Все виновные лица были привлечены к административной ответственности. Нельзя не отметить тот масштабный фронт работы, проделанный сотрудниками МЧС по предотвращению чрезвычайных ситуаций, а именно профилактические беседы с населением. За выходные дни более чем в 250 населенных пунктах было обследовано более 4000 домов, собственники которых были проинструктированы относительно правилам техники пожарной безопасности. Еще одной из тем обсуждения стала подготовка к безопасному проведению праздника Крещения Господня. В прошлом году на 54 санкционированных купелях, желающих искупаться в ледяной воде, составило более чем 20 тысяч зауральцев. На этот раз для совершения крещенских купаний будут открыты 50 купелей во всех 24 муниципальных районах области. В городе Кургане планируется к открытию 3 купели. 2 купели на реке Табол в районе Бабий Песков и 1 купели в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Голубые озера». Для обеспечения безопасности людей в период проведения крещенских купаний создана группировка сил и средств главного управления МЧС России по Курганской области и территориальной подсистемы. В составе 400 человек и 100 единиц техники. В том числе от МЧС России 169 человек и 53 единицы автомобильной и специальной техники. На каждом из участков для купания будут дежурить группы МЧС и скорой медицинской помощи. Подробнее узнать о местах крещенских купаний можно на сайте главного управления МЧС России по Курганской области. Александр Мироненко, Александр Менчиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Правительство Курганской области прорабатывает вопрос по приобретению газомоторных автобусов КАВЗ. Помощью региону окажут федеральные средства, предоставляемые на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность». Как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, сегодня заключено соглашение СОО «Газпром газомоторное топливо». Вместе они займутся вопросом, как наиболее безболезненно ввести использование природного газа в качестве моторного топлива на территории всего региона. В декабре 2015 года Курганский автобусный завод изготовил и отгрузил крупную партию автобусов «Газпрома». Сегодня 24 автобуса «Кавза» различных модификаций в пригородном исполнении являются представителями новой линейки современной комфортабельной продукции. Вся техника работает на природном газе и соответствует нормам экологической безопасности Евро-5. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин 11 января провел рабочую встречу с назначенным управляющим региональным отделением Сбербанка Евгением Светловым. Нового руководителя представил председатель Уральского банка публичного акционерного общества Сбербанк России Владимир Черкашин. Евгений Светлов окончил Новосибирский государственный университет. С 2001 года по 2007 занимал руководящие должности в Департаменте экономического развития и инвестиций Курганской области. В системе Сбербанка работал с 2007 года. Занимал должность заместителя председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка, который работает на территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской и Омской областей. Мы очень заинтересованы в работе Сбербанка на территории Курганского области. В любом случае, это одно из главных финансовых учреждений в области, да не только в области. В работе очень заинтересованы, на самом деле. И если будут появляться какие-то новые продукты у вас, то мы с удовольствием готовы вместе внедрять их на территории области. Губернатор предложил руководству Сбербанка в вопросе финансовой поддержки обратить особое внимание на животноводство. Особенно на те сельхозпредприятия, которые занимаются выращиванием маточного поголовья. Сейчас я в выходные очень много объехал районов. Практически в каждом районе есть хорошие такие начинания. Владимир Черкашин отметил, что Сбербанк готов к сотрудничеству в реализации ряда госпрограмм, среди которых ипотечное кредитование, поддержка сельского хозяйства. Светлана Епифанова, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». 12 января в России ежегодно отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов прокуратуры. В этом году ведомству исполнилось 294 года. В торжественной обстановке правоохранители поздравили первые лица правительства региона и начальники структуры, активно сотрудничающих с областной прокуратурой. Официально в качестве государственного института прокуратура была учреждена в России Петром I 12 января 1722 года. Предназначение структуры – контроль за соблюдением законности в деятельности центральных и местных органов государственной власти. В настоящее время прокуратура России – это единая федеральная централизованная система. Одной из главных ее функций по-прежнему остается надзор за соблюдением законодательства. Благодаря усилиям прокурора в жизнь притворялись самые смелые реформы государства, что позволило России занять место одной из ведущих держав мира. Время, безусловно, внесло свои коррективы в направления, принципы и приоритеты деятельности органов прокуратуры. Но незабываемым осталось одно – значимость закона. Он был, есть и будет главным стержнем во всем, что определяет стратегию и тактику нашей работы. Невозможно даже представить, сколько человеческих судеб было спасено стараниями сотрудников прокуратуры, сколько людей удалось защитить от произвола, и именно это является важным результатом прокурорской деятельности. С поздравительным словом в адрес сотрудников прокуратуры выступил глава за Урали Алексей Кокорин. Я выражаю вам огромную благодарность за вашу профессиональную, компетентную деятельность. У нас выстроены конструктивные взаимоотношения и с органами местного самоуправления, и с правительством области, и с законодательной властью. Я убежден, что среди присутствующих здесь, вот на сегодняшней коллеге, на торжественном мероприятии, и вообще всех тех сотрудников, которые работают в органах прокуратуры, во главе угла стоит порядочность, законность, и то, что у нас на территории области, на мой взгляд, полностью соблюдается конституционный строй, это заслуга вашего сваженного, сплоченного трудового коллектива. К словам губернатора присоединился и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Вы также совершенствуете систему, вы также стоите барьером для соблюдения законов, но больше того, сегодня в дополнение ко всему вы работаете и над созданием этих законов. Вы являетесь субъектом права, субъектом законодательной инициативы, и с успехом ей пользуетесь. После поздравительной части прокурор Курганской области Игорь Ткачев вручил благодарственные письма, нагрудные знаки и почетные грамоты лучшим сотрудникам органов прокуратуры от имени генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки. Александр Мироненко, Андрей Глазырин, Кирилл Фельмонов, информационное агентство Курган.РУ. Необычную гостью накануне заметили курганцы рядом со своим домом. Крупная сова просидела несколько часов на ветке, держа в лапах свою добычу. Что это за вид пернатых и говорит ли ее появление в центре города об изменившейся экологической обстановке узнавала Валерия Мельникова. Практически без движения несколько часов птица просидела на дереве на уровне третьего этажа практически в самом центре города, недалеко от Некрасовского моста. Лишь периодически она поворачивала голову на 180 градусов, а то и больше. Пернатая гостья в первую очередь привлекла внимание тех, в чьи окна она заглядывала. Ну, увидела птицу мама, посмотрела в окно, говорит, смотри там сова, сфотографировала ее. При тщательном рассмотрении можно заметить, что в лапах у птицы находится сорока, по всей видимости ее добыча. Очевидцы предположили, что сова залетела в город из-за недостатка пищи в лесу и оказались правы. Если корма достаточно, то совы могут жить на одном месте в лесу всю зиму. Но вот при бескормице совы начинают широко кочевать и при этом залетают в города. Город привлекает сову обилием доступного корма. На этот раз наш город посетила крупная сова, которая называется длиннохвостая неясыть. Это серая сова с многочисленными темными и светлыми пестринами. Эта птица, как и все крупные совы, занесена в Красную книгу Курканской области. Всего в нашем регионе учеными замечено 11 видов сов, три из них перелетные. Остальные же периодически встречаются людям. При этом длиннохвостая неясыть чаще других появляется в черте города, а из-за своей крупности неизменно привлекает людей. Валерия Мельникова, Александр Менчиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. 15 января в Курганском областном художественном музее состоится открытие регионального выставочного проекта «Исцеляющее искусство». Он приурочен сразу к нескольким круглым датам. Это 95-летие со дня рождения академика Гавриила Абрамовича Елизарова, 65-летие его известного во всем мире метода лечения, а также 45-летие российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Елизарова, который по праву считается визитной карточкой за Уралье. Выставка создана при поддержке Управления культурой Курганской области и РНЦ ВТО. Авторы проекта «Средствами изобразительного искусства» представят деятельность академика выразив дань уважения человеку с большой буквы врачу, ученому, общественному деятелю. На выставке посетители увидят медицинскую технику времен Елизарова, исторические фотографии, на которых запечатлены основные этапы жизни Гавриила Абрамовича, его научно-практической деятельности, а также известные пациенты, проходившие лечение в Кургане. Юные посетители выставки смогут почувствовать себя врачами-ортопедами и собрать из деталей аппарата из Елизарова любую конструкцию, сфотографироваться в операционной и рядом со сказочным персонажем Буратино. Также созданным из элементов всемирно известного аппарата. Кроме того, на нашей выставке вы увидите предметы конской упряжи. Это как раз те предметы, которые сподвигли молодого ученого во время его длительных поездок в сельской местности, сподвигли на создание аппарата Елизарова. И нам показалось, что это очень интересно показать, откуда идут истоки этого большого изобретения. На выставке будут представлены и детские работы, художественные работы из фондов нашего музея, из музея Елизарова. В Кургане начала работу выставка народных ремесел Зауралья. Гончарная керамика, резьба по дереву и витражная теремная мозаика. Экспонатами можно не только полюбоваться, но и приобрести в личное пользование. Подробности в нашем следующем сюжете. Выставка ремесел Зауралья «Дерево, керамика, стекло» разместилась в уютных стенах Народной галереи. Две комнаты сплошь заставлены изделиями двух известных объединений. Это мастера Осминин и компания и русские узоры под руководством Юрия Носкова. Мы решили представить не просто отдельных каких-то мастеров, а именно творческие объединения, которые не в одиночку уже производят какую-то интересную такую продукцию, которые объединены и которые ставят какие-то более глобальные цели, и которые хотят делиться уже и могут делиться этим с нашими зрителями. Артель Осминин и Ко – содружество художников и керамистов. Вся их работа направлена на популяризацию ручного мастерства. Это витраж и гончарное дело. Компания образовалась в 2009 году с семейной пары Олега и Анны Осмининных. Сегодня в артель входят уже четыре мастера. Народная галерея и содружество показало зрителям поразительные красоты светильники и подсвечники, выполненные в известной технике «Тиффани». Также представлена керамическая посуда, использовавшаяся в обиходе наших предков. Гончарное ремесло осваивали постепенно, потому что процесс трудоемки. Мастеров практически не преподается у нас в стране. Это с 1991 года профессия гончар в России вообще губ разнена. Все передается от мастера к мастеру. То есть это обучение идет, когда ты выезжаешь куда-то, и мастер, который это делал домой, ставит тебе руки и обучает. Дальше уже сейчас мы проводим мастер-классы, работаем с детками, желающих попробовать вспомнить, научиться на гончарном круге поработать довольно много. Представители объединения «Русские узоры» под руководством Юрия Носкова работают в иной технике. Их конек – традиционная объемная резьба и марки 3 – мозаика из небольших кусочков дерева на мебели и разных изделиях, например, шкатулках. Сам Юрий Александрович резьбой начал заниматься еще в школьные годы. Я больше стараюсь в материале обращаться к природе, она мне не посторонняя. То есть то, что вы все увидите, это посвящено, наверное, ей матушке природе. Вот другие темы возникают редко, хотя нам не чужды философствования, размышления о мире, о его прошлом, настоящем и будущем. Еще один значимый экспонат выставки – светильник «Жар-птица», также выполненный в технике Тиффани. Эта технология позволяет создавать контуры рисунка незначительной толщины всего в 1-2 мм. Поэтому ее широко применяют для создания миниатюрных, изящных, витражных композиций. Выставка зауральских мастеров будет работать в течение месяца. Светлана Епифанова, Евгения Волкова, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру». Среди сотрудников и работников вне ведомственной охраны 6 января состоялось первенство по рыбной ловле со льда. Мероприятие проходило на озере Масляное в Кургане. В искусстве зимней рыбалки соревновались 32 участника из 16 команд, в том числе 3 команды от Кургана, сборное управление вне ведомственной охраны и 13 команд районных филиалов. По условиям соревнований охота на хвостатых длилась 3 часа. По количеству пойманной рыбы третье место заняли охранники города Катайска, второе место досталось полицейским из Юргомыша, а победителями стала команда областного управления вне ведомственной охраны. Призеры соревнований были награждены почетными грамотами и денежными сертификатами, а самый юный рыболов получил в качестве приза зимнюю удочку. В нашем эфире новая рубрика – анонс самых интересных фильмов, которые вы сможете посмотреть на канале Курган.ру в ближайшее время. В понедельник, 18 января, смотрите фильм Карена Шахназарова «Американская дочь». Герой фильма, музыкант одного из московских ресторанов, прилетает в Сан-Франциско, чтобы похитить свою дочь в главной роли Владимира Машкова. Во вторник вас ждет фильм «Без тормозов». Четырех совершенно непохожих друг на друга людей сводит вместе любовь к скорости и ночным улицам, стремительно проносящимся за окном автомобиля. В среду на нашем канале «Идеальная жена», неожиданное трио из «Домохозяйки», «Секс-бомбы» и «Бизнес-леди». Но сердце закомплексованного Дон Жуана навсегда покорит скромная секретарша. «Парижская любовь» Костю Гуманкова встретит вас в четверг. В тургруппе, отправившейся в Париж, Костя влюбляется в любовницу своего начальника. Конец «Парижской сказки» узнаете, досмотрев фильм до конца. Поклонники культово-американского певца Боба Дилана смогут взглянуть на своего кумира по-новому, посмотрев «Пятницу» боёпик «Меня там нет». Музыканты сыграют сразу шесть актёров, среди которых Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Кристиан Бейл и Ричард Гир. Не пропустите! В субботу и воскресенье на нашем канале культовый советский фильм «Асса» режиссёра Сергея Соловьёва. Знаменитые актёры и рок-музыканты, среди которых Борис Гребенщиков и Олег Гаркуша, а завершает фильм «Неожиданное появление Виктора Цоя». В этот же день ещё один фильм, связанный с музыкой, в ритме танца. Главные герои пройдут все испытания, чтобы выиграть танцевальный конкурс и отправиться в мировое турне. Кроме того, всю неделю смотрите любимые сериалы. Её звали Никита, Александровский сад и другие, а также программу, которая поможет вам не попасть в неприятную ситуацию без обмана. Напоминаем, что начало художественных фильмов каждый вечер в 8 часов. До встречи на главном кабельном канале за Уралье «Курган.ру». По традиции, эфир закончит рекламный блог и информация от синоптиков. А я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok В комплекте 6 оригинальных лезвий для шинковки, 2 вида тёрок, контейнер для сбора. Всего за 1499 рублей. Заказ по телефону 554855. Найсер Дайсер Плюс. Ваш кухонный помощник. Телесемь представляет. Купономания в Кургане. Выстригайте купоны со страниц любимого журнала и получаете скидку на самые актуальные товары и услуги нашего города. Купономания в Телесемь. Выгодно читать. 28 февраля. Областная филармония. Легенда отечественной эстрады. Непревзойдённый. Валерий Леонтьев. Интернет-магазин Столплит представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Стенка Ода за 8990 рублей. Столплит. Доступная мебель. Если мёртли вы зимой, если холода, пробирались к вам домой через щель окна, посоветуйся с семьёй, решение прими. В доме сберегай тепло, окна замени. Зима. Бегущая строка. С хорошей скидкой продаётся. Кто вовремя успел подать, успеха большего добьётся. Найди свою активную точку. Уже в детстве мы осознаём, как важен для человека дом. Настоящий, в котором можно строить своё будущее. Дети растут, мечты превращаются в планы, а планы воплощаются в жизнь. Думать о будущем стоит в настоящем времени. И в вашем настоящем доме. БК «Недвижимость». Если вы по-настоящему выросли. Очищенный от накипи нагревательный элемент вашего газового котла – залог стабильной работы системы отопления. Горгаз-сервис. Когда работают профессионалы. Гастроном Накирова в самом центре города приглашает вас оценить богатый ассортимент и удобство шаговой доступности. Гастроном Накирова. Традиции, качества в новое время. Самые приятные моменты нашей памяти могут навсегда остаться в прошлом. Но только не сегодня. Типография «Курьер» представляет. Фотокнига. Новое слово на печатном рынке. Удобный формат. Яркий дизайн. Фотокниги. От типографии «Курьер». Цените моменты. Модули 3х3. В газете «Зауральский курьер». 40 тысяч выходов за 125 рублей. «Зауральский курьер». Выгодно, как ни крути. С 14 по 20 января с 10 до 19 часов в ДК железнодорожников состоится продажа башкирского меда пасеки Кучаевых. При покупке 2 килограммов меда третий в подарок. Челопродукты деревенское растительное масло. Дегустация. Все для дома и счастья. Посуда-центр. Ждем вас на распродажу. Скидки до 70%. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. С 14 по 20 января в ДК железнодорожников башкирский мед от пасеки Кучаевых. При покупке 2 килограммов меда третий в подарок. Посуда-центр предлагает своим покупателям широкий ассортимент товаров для дома. Только до 17 января действуют скидки до 70% на часть ассортимента. Ждем вас по адресу ТРЦ дома, второй этаж. Посуда-центр. Невероятно выгодно. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг синоптическая ситуация в Заурале обусловится повышенным фоном атмосферного давления. Благодаря чему ожидается преимущественно солнечная, сухая, но морозная погода с температурным режимом на 2-3 градуса ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге минус 8, минус 10. Небольшой снег. В Тюмени минус 13, минус 15. В Челябинске минус 11, минус 13. Без осадков. В Кургане ночью малооблачно, без осадков. Ветер южный. 1,6 метра в секунду. Температура воздуха минус 21, 23. В нем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер южный. 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 15, минус 17. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба. 14 января солнечная активность умеренная. Геомонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова